И всем привет ребят, с мастер Вайк, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, а именно итогам нашего уже уходящего 2023 года. Сегодня поговорим о том, что у нас произошло в игре за этот год, подведем итоги, обсудим какие-то обновления, обсудим вообще свои мысли, связанные с этим годом в нашей игре. Что вообще у меня на душе на сегодняшний момент времени, да и что я вообще думаю по всему, наверное, году, обновлениям и тому, что у нас за этот год в игре произошло. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать его лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше по тегу. Для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте ему личный тактимпай, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Если вы смотрите данный видос 31 числа, в день, когда он выходит, то поздравляю вас с наступающим Новым Годом, но если смотрите уже в 2024, то уже по факту с Новым Годом вас. Если честно, не хотелось бы особо сильно негативить, да, так как очевидно, что этот год для игры, ну был такой, очень спорный, очень спорный. Очень много спорных вещей произошло и заканчивается он также на не самых позитивных моментах, да. Если мы вот просто возьмем специальный режим, да, как мы привыкли в игре встречать в наступающий или уже после Нового Года, играть в спецрежим, в котором есть Ёлка по центру карты, где есть супер большое количество голдов, ну и есть какая-то такая дополнительная душевная атмосфера, то в этом году впервые, впервые за 14 лет у нас нету праздничной карты с Ёлкой. Разработчики объясняют это тем, что, мол, здесь её нету в матчмейкинге, да, зато у нас есть праздничная Ёлка на картах в про-битвах. Но вопрос другой, кто играет в эти про-битвы? В про-битвы-то никто уже не играет, да, это очевидно. Поэтому для меня лично уже атмосферность становится значительно меньше, да. Если у меня каждый год была супер-мотивация заходить на новогоднюю карту, играть, ловить голды, фармить, то сейчас залетаю на дефолтный Форест Ремастер. Да, здесь хоть, ну, какие-то ёлочки, конечно, стоят, может быть, они, кстати, появились. Я не знаю, были они тут до этого или не были. Но той самой заветной, главной ёлки по центру на этой карте у нас нет, да, поэтому, ну, немножко грустно, грустно. Что касаемо обновлений в этом году, что касаемо онлайна и вообще всего в целом, то онлайн у нас, очевидно, падает, да. Это видят все, это видят и те, кто играет в игру, исходя из боёв, это видят и те, кто... Ох, кстати, пряник летит. Это видят и те, кто... Пробуем забрать. Ух ты, первый пряничек забрал, ничего себе, вот так вот на видос, просто на видос пряничек сюда в карманчик залутал. Это видят и те, кто снимает игру, кто записывает видеоролики, кто стримит, да, видно, как онлайн проседает, да, со временем. Я, честно, не знаю, какой сейчас онлайн в игре, но по моим личным ощущениям онлайн сейчас где-то около 5-7 тысяч средний, да. Что было раньше, где-то год-полтора назад онлайн у нас в игре был, ну, где-то около 10, может быть, даже на каких-то ивентах доходил до 12 тысяч, да. Сейчас этот онлайн значительно-значительно меньше, да. Не происходит какой-то масштабной рекламизации, не происходит какое-то большого количества новых ивентов, да, чего я, если честно, до сих пор жду и надеюсь, что 2000... Ой, еще один пряник летит. Надеюсь, что 2024 год станет тем годом, когда у нас в этом плане как раз-таки произойдет прорыв, произойдут новые грандиозные обновления, новые суперские, бомбовые спец-всякие режимы и ивенты, да. Это то, чего мне реально в этом году не хватило, да. По пальцам можно пересчитать крутые ивенты, да, которые были. И, как правило, эти крутые ивенты были не масштабированы на дистанцию, да. То есть ивент прошел там условно неделя-две, бам, и все. И такого подобного ивента у нас уже не было. Хотя ивенты были крутые, были, да. То есть и Собери Танк был крутой ивент, который уже был на сплочение аудитории, да, и на реальный интерес. Был ивент в начале года зимний с фракциями, где фракция там набивала звезды. И та фракция, которая продлевалась дальше, та лутала тоже дополнительные награды. Тоже довольно крутой ивент. Но мне не хватило чего-то вот такого, знаете, разнообразного. Не хватило каких-то разнообразных челленджей, да, которые можно было сделать с новыми устройствами. А то сейчас челлендж превратился просто в дефолт. Просто в дефолт. То есть дефолтные контейнеры, да, ну и ладно, теперь уже ключи. И просто в конце там условно скин, да. Хотелось бы видеть устройства новые, которых нету нигде, либо которые там можно получить только в каких-нибудь ультраконтейнерах, да. Хотелось бы видеть реально в этом плане тоже интерес и прогресс, как это было раньше. Когда я реально сидел и потел, чтобы быстрее пройти челлендж, набивал на одном аккаунте, переходил на следующего сразу мульта, набивал там челлендж и понимал, что два челленджа круто. Но я заберу еще и третий, потому что там есть крутые награды и есть интерес, чтобы это все дело забрать. И я набивал третий челлендж, да. Сейчас же челлендж это просто, ну, условно, выполняешь заданки ежедневно, лутаешь дополнительные контейнеры, ключи с расходкой, с кристаллами и все. На этом в принципе все. То есть здесь нету какого-то там потенциального роста. Да, есть элитные пропуска, но в элитных пропусках тоже, как правило, награда в конце только лишь, да. И эта награда еще и не является такой супер сверх жесткой и интересной. Падает у нас, к слову, еще один. Еще один слить, 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 слить. Ай, к сожалению, не слил. Еще один пряник, можно было бы здесь тоже залутать его. Поэтому мне в этом плане не хватило каких-то вот нововведений, новых ивентов и чего-то такого, чтобы заставляло меня еще больше играть, гореть желанием, тушить. Да, потому что сейчас все приходит чисто к матчмейкингу, к дефолтному матчмейкингу, да. Еще и без постоянных двойных фондов. То есть вот что мне еще очень сильно задело, это то, что двойные фонды у нас просто стали не то, как раньше, да. Каждая пятница, суббота, воскресенье ты знал, что у тебя в игре есть двойные фонды. Сейчас двойные фонды бывает раз в месяц, два раза в месяц и все. И все. То есть поменяли опять эту тенденцию. С ключами. Что будет с этими ключами? Тоже непонятно. В этом плане я уже неоднократно говорил, что тоже у нас произошел скам. То, что было хорошее количество контейнеров. По итогу у нас стало все в ключах и стало в разы, в разы их меньше, да. Разработчики говорят, что на дистанции ключи якобы будут более приоритетными и более интересными. Поживем и видим, но пока, честно говоря, я в это особо сильно не верю. Поэтому хотелось бы верить в уходящем этом 2023 году. Чтобы у нас пошел реальный прогресс в новом году. Появился дополнительный лично у меня интерес. Появились какие-то новые эмоции и желания заходить как можно чаще, стримить как можно чаще. Записывать видеороликов как можно чаще. Ну и чтобы у нас еще и при этом все было дополнительное привлечение новой аудитории в игру. Которой сейчас, к слову, тоже становится меньше. Ну а вам желаю, конечно же, здоровья. Чтобы у вас все было с кайфом, по успехам. Чтобы все двигалось по жизни. Ну и чтобы этот год уже новый был для вас более удачливым. Более продуктивным. Ну и надеюсь, что он вам принесет намного больше позитивных эмоций. Как-то так. Я думаю, что все, что я хотел, я высказал в этом видеоролике. Еще раз с наступающим, ну или уже с наступившим. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.